Неделя детской и юношеской книги – ежегодно проводимое мероприятие, ставящее своей целью популяризацию детской и юношеской книги. В этом, в 2023 году, оно будет проходить с 23 по 31 марта. Участники и очевидцы самой первой детской недели вспоминают так. Ранним утром, 26 марта 1943 года, из станции метро «Охотный ряд» и площадь Свердлова, трамваев и троллейбусов выбегали мальчики и девочки в стоптанных башмаках, в золотаных валенках, стареньких курточках. Позади вторая военная зима. И бледные, исхудавшие лица ребят – еще одно свидетельство тяжелой поры. Но глаза, ребячьи глаза горят, оживление нарастает по мере приближения к известнейшему в мире зданию. Здесь, прямо у входа, их встречает мужчина и женщина. Оба в военной форме. Майор с орденом Красной Звезды, директор детского издательства Людмила Викторовна Дубровина. И Лев Абрамович Кассиль в командирском морском кителе с орденом «Знак почета». Так впервые отмечался этот весенний праздник надежды. Продолжался он всего один день, и участвовали в нем только москвичи и ленинградцы. Но уже на следующий год праздник длился неделю, и его стали проводить во всех городах и селах нашей страны. Во время одного из таких праздников на его открытии перед ребятами выступил инициатор недели детской книги, писатель Лев Кассиль. Начал он так. Дорогие ребята, поздравляю вас с днем книжкиных именин. И только один раз неделя детской книги проводилась не весною, а осенью. И было это в победном 1945 году. За неделю в колонном зале Дома Союзов на встречах с писателями побывало 30 тысяч юных москвичей. 17 октября 1945 года в зал пришли Михаил Пришвин, Самуил Маршак, Агния Барто, Константин Паустовский, Вера Инбир, Сергей Михалков, художники Евгений Рачев, Андриан Ермолаев. Вместе с юными читателями они почтили память писателей, погибших на фронтах Великой Отечественной. А потом читали стихи и фотографировались на память. В преддверии недели детской и юношеской книги предлагаем подборку книг «Что читать подросткам». Переходный возраст – непростое время, когда ребенок ищет свое место в мире, переживает буря эмоций, наблюдает за изменениями в теле и взрослеет. Интересные для подростков книги читаются с залпом и дают ответы на волнующие жизненные вопросы. Это отличный шанс познакомиться с мировой литературой во всем ее многообразии. Вот несколько категорий книг для современных подростков на разные случаи жизни. Их обязательно стоит прочесть, чтобы открыть для себя что-то новое о любви, дружбе, успехе, достижениях, учебе и отношениях с родителями. Книги, которые помогут подросткам найти друзей. Искать друзей – понятие субъективное. Но, наверное, каждому подростку хочется, чтобы рядом был надежный и верный друг, с которым и в огонь, и в воду. Вот четыре интересные книги для подростков, которые преподают уроки о дружбе и заставляют задуматься, что же на самом деле дружба. И первая книга из этой серии «Дом, в котором». Автор – Мариам Тросян. На окраине города среди стандартных новостроек стоит серый дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой действительно незряч, а Сфинкс – мудр и загадочен. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в доме есть своя кличка, и каждый проживал в нем за один день столько, сколько в наружности мы иногда не проживаем и за целую жизнь. Каждого дом принимал или отвергал. Дом хранил уйму тайн и банальные скелеты в шкафах. Лишь самый понятный угол незримого мира, куда нет хода из наружности, где перестают действовать привычные законы пространства, времени. Дом – это нечто гораздо большее, чем просто интернат для детей, от которых отказались родители. Они взрослеют, дружат и решают конфликты. В книге показано множество непростых ситуаций, и автор ненавязчиво рассказывает, как с ними справляться. Дом – это их отдельная вселенная. Книга будет интересна подросткам старше 12 лет. Джеймс Боуэн. Уличный кот по имени Боб. Перед вами международный бестселлер «Уличный кот по имени Боб». Это удивительная книга о том, как рыжий кот спас жизнь бездомному музыканту. В этой истории два главных героя. Джеймс Боуэн – уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб – уличный лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг друга. Джеймс погибал от наркотиков и отчаяния. В его жизни не было никакого смысла, пока в ней не появился четвероногий друг, который помог ему справиться с проблемами, принес удачу и стал настоящим ангелом-хранителем. Теперь Боба и Джеймса, именно в такой последовательности, прекрасно знают не только жители Лондона, которые встречают их на улицах и в метро, и кафе, но и сотни тысяч людей во всем мире. Книга, написанная Джеймсом Боуэном, рассказывает удивительную историю о дружбе с котом, который изменил его жизнь. Возрастные ограничения 16+. Чудо. Книга про пятиклассника по имени Август. Он играет в компьютерные игры, обожает свою собаку, смотрит «Звездные войны». Вот только из-за редкой генетической болезни он перенес 27 операций на лице. Это книга о юморе, настоящей дружбе, доброте и принятии себя таким, какой ты есть. Самый удачный возраст для чтения после 14 лет, но можно и раньше. Повесть Тамары Михеевой «Янка». Янка – девушка с поперечным именем. От «я» до «а». И жизнь у нее такая же поперечная, не как у всех. Не как была всего пару месяцев назад. Конец лета, все перевернул с ног на голову. Нет бы, как обычно, возвращаться из приморского поселка в родной город. Вместо этого Янка с мамой и братом привыкают жить тут постоянно. Где-то далеко остались и школьные друзья, и лучшая подруга Майка, и Рябинин, с которым 15-летняя героиня встречалась более года. Еще там остались бабушка и папа. Бабушка регулярно пишет письма и говорит, будто отец скучает. Но разве это может быть правдой? Вот Янка, она-то на самом деле скучает. Вечно ловит себя на желании позвонить отцу и о чем-нибудь спросить, рассказать. Например, о Глебе. Тот в первую же встречу сфотографировал Янку так, как не удавалось никому прежде. Повесть Янка – это история подростка, столкнувшегося с трудностями, каких прежде он не ожидал. Развод родителей, переезд, поиск новых друзей. За главной те героине приходится отстаивать жизнь с нуля. Но, как бы это тяжело не было, именно в таком отстраивании она и находит новые ракурсы. Не говоря уж о том, сколько она узнает о себе и окружающих. За какую бы тему ни взялась Тамара Михеева, неизменным остается ее глубокое понимание психологии. Автор пишет легко и увлекательно, ненавязчиво подсказывая читателю, как справиться с переменами, из которых состоит наша жизнь. Каждый день новая. Роман поможет вместе с героиней разобраться в своих чувствах, научит налаживать отношения с людьми, а также станет отличным чтением на каникулах для подростков старше 16 лет. Книги, которые помогут пережить первую любовь. Бабочки в животе в первый раз волнительно, страшно и радостно. Справиться с нахлынувшей волной чувств помогут книги. В тексте подросток сможет найти себя, понять, что это нормально и сделать выводы. А еще читать книги про первую любовь невероятно увлекательно. Легко ассоциируешь себя с героями. Вот список нескольких популярных подростковых книг на эту тему. И первая из них «Правдивая история Федерико Рафинелли» Антон Соя. Жуткая сказка о любви клоуна Федерико и красавицы Надиры придется по душе всем подросткам старше 12 лет. История о том, как среди жестокости и страха сохранить настоящее чувство. Отношения Федерико и Надиры доказывают, что нужно всматриваться в суть вещей, видеть в людях хорошие и верить, что дружба и любовь спасут мир. Виноваты звезды История двух влюбленных – Хейзел и Агастуса. Их любовь переживает множество испытаний. Подростки страдают от тяжелой болезни, не собираются сдаваться. Вместе они борются с раком, который поразил их обоих. Ребята поддерживают друг друга и стараются ловить оставшееся время. Они по-прежнему остаются подростками, ядовитыми, неугомонными, взрывными, бунтующими, равноготовыми и к ненависти, и к любви. Хейзел и Агастус бросают вызов в судьбе. Они влюблены в друг друга. Их терзает не только нависшая над ними тень смерти, сколько обычная ревность, злость и непонимание. Они вместе. Сейчас вместе. Но что их ждет впереди? Несмотря на то, что героям романа 16 и 17 лет, книга понравится и подросткам более младшего возраста. А следующая книга для маленьких ребят, безусловно, не годится. Зато может вызвать интерес у старшеклассников и читателей студенческого возраста. Хит Алексея Иванова «Пищеблог» попал в топ бестселлеров, а после выхода одноименного сериала о советских вампирах привлек еще больше внимания публики. Автор переносит читателя в 1980-е годы в канун Олимпиады, демонстрируя все грани жизни в пионерском летнем лагере. Конфликты детей и вожатых, терки с руководством и тоска по дому, мелочи на фоне куда более серьезных проблем. Героям книги предстоит столкнуться с древним злом, с самыми настоящими вампирами. И, конечно, важную роль в сюжете сыграет любовь. Когда взаимная, когда безответная, имя во имя любви персонажи готовы идти на великие жертвы. Первокурсница Виктория Ледерман – это история о любви 17-летней Саши Тюлькиной. Отличный пример современной книги про подростков. Героиня всеми силами старается завоевать расположение любимого человека. Если вы в старших классах, то, скорее всего, вы узнаете в ней себя и получите ценные советы, как выходить из неловких ситуаций с юмором. В переходный период с учебой могут возникать трудности. Подростку и так приходится справляться с тонной новых ощущений и эмоций, переживать взлеты и падения, какие уж тут уроки. Ну и тут на помощь приходит современная литература для подростков, которая не получает и не читает нотации, а мягко рассказывает про то, что учеба тоже бывает классной. Одна из таких книг «Я хочу в школу» Евгения Пастернака и Андрея Жволевского. История про вымышленную альтернативную школу. В ней дети не сидят за уроками и не зубрят правила. Они делают интересные проекты вместе с друзьями разного возраста. Но не все так просто. Школу грозятся закрыть, и дети должны будут учиться в обычной. Удастся ли им привыкнуть к новым обстоятельствам и при этом сохранить любовь к знаниям? Читателю предстоит найти ответ на этот вопрос. Книга подойдет для читателей старше 12 лет. «Разноцветный снег» Натальи Волковой. Эта книга словно увлекательный познавательный квест по истории. Отличное чтение на ночь для подростков старше 14 лет. Главные герои – ребята из литературного кружка, где они постоянно получают странные задания. Одно из них – узнать, был ли предателем известный в городе еще с войны Антон Петрович Старцев. Разворачивается целое историческое расследование, которое должно помочь восстановить справедливость. Удивительно, но это помогает героям еще и разобраться в самих себе. А эта книга рассказывает о волшебной школе в Кармартене, населенной обычными людьми и мифологическими персонажами. Стать ее студентом просто. Нужно лишь после наступления 16 лет найти директора Мерлина и сдать ему экзамен. При этом не обязательно уж быть с какими-то способностями, маги там научат. А кроме нее – химии, физики, медицине и другим важным наукам. Студенты школы Мерлина настолько позитивные и активные, с таким удовольствием все изучают, что могут заразить своей тягой к знаниям кого угодно. Обязательно стоит прочесть эту книгу подросткам. В современной молодежной культуре бытует мнение, что успех, слава и деньги приходят мгновенно. Это внушает восприимчивым подросткам ложные иллюзии. Вот несколько подростковых книг, которые рассказывают, что на пути к мечте могут быть и трудности, но их можно преодолеть. Роман Вениамина Каверина «Два капитана» – одно из культовых произведений советской приключенческой литературы. Эта необыкновенная история о любви, чести и мужестве не оставляет равнодушными уже несколько поколений читателей. Саня Григорьев всю жизнь посвятил тому, чтобы отыскать следы пропавшей экспедиции капитана Ивана Татаринова и восстановить доброе имя этого отважного путешественника и исследователя. В поисках истины ему пришлось принимать непростые, а порой и крайне тяжелые решения. Юношеская мечта привела Саню в ряды летчиков-полярников. Пройдя через множество суровых испытаний и потерь, капитан Григорьев сохраняет в себе душевную чуткость и человеческое достоинство, а его целеустремленный характер помогает сдержать данную еще в детстве клятву – бороться и искать, найти и не сдаваться. Правило 69 для толстой чайки Главный герой книги – современный 13-летний подросток Якоб Беккер, мечтающий совершить кругосветное путешествие на яхте. Он записывается в секцию и начинает упорно заниматься. В первое время нет никакой практики, только правила. Впереди маячит чемпионат, а у Якоба заикание, стеснительность и проблемы в семье. Эта книга расскажет подросткам о том, как несмотря ни на что добиться своей мечты и справиться с любыми трудностями. Курсы и море. Эти слова, произнесенные по-испански, очаровали старшеклассницу Машу Молочникову. Три недели жить на берегу Средиземного моря и изучать любимый язык – что может быть лучше? Лучше, пожалуй, ничего, но полезнее многое. Например, поменять за эти же деньги окна в квартире. Так считают родители. Маша рассталась была с мечтой о Барселоне, как взрослые подбросили идею, почему бы не заработать на поездку самостоятельно. Есть и вариант – стать репетитором для шестилетней Даны. Ей, избалованной и непослушной, нужны азы испанского. Так решила мать. То и дело, летающая с дочкой за границу. Маша, конечно же, согласилась. И в свои 15 лет она становится самой настоящей учительницей. Повесть «Первая работа» не о работе, а об умении понимать других людей. Наблюдая за Даной и силясь ее увлечь, юная преподавательница много интересного узнает об окружающих. Вдруг становится ясно, почему няня маленькой девочки порой груба и неприятна, и почему учителя бывают скучными или раздражительными. И да, конечно, ясно, почему Ромка, сосед по парте, просит Машку помочь с историей. Пока Маша занимается с девочкой, она открывает для себя много нового, тренирует свой язык, а главное – идет к своей мечте. Книги, которые помогут наладить отношения с родителями. В пубертатном возрасте у детей нередко возникают недопонимания с родителями. Кажется, что взрослые тебя совсем не понимают. Хочется отделиться и быть полностью самостоятельным, хотя еще рано. Следующие книги помогут подросткам найти общий язык с мамой и папой. И одна из таких историй, очень трогательных, Юлии Куснецовой «Где папа?» История о том, как важно в любых обстоятельствах оставаться семьей. У 13-летней Лизы полно своих забот, а тут еще отца сажают в тюрьму. «Папа, помнишь ты ручеек? Обойдешь любой камень. Если надо, спрячешься в землю, но достанешь цель», – Лиза пишет папе записки. Конечно, больше всего на свете она хотела бы обняться, поговорить, посидеть рядом с ним. Но нет. Эти весточки – единственное, что у Лизы не отобрали. Поддержать девочку некому. Мама и сестра отдалились. Лизе нужно научиться помогать и заботиться о родных. А еще видеть в людях, так же и одноклассниках, что-то хорошее. Приходится стать жестче и никому не показывать своих чувств. Со стороны кажется просто, подумаешь, молчать. Одноклассники так давно уже прозвали ее немой. В этом мире острых углов и вечной тишины Лизе невероятно тяжело. Где же та соломинка, за которую можно ухватиться? Жутко громко и запредельно близко. Отец главного героя Оскара умер в одной из башен-близнецов 11 сентября 2001 года. Теперь мальчик пытается примириться с этим. И при помощи придуманной детективной игры у папы остался ключ. И нужно понять, от чего он. Разговоры с людьми, которых Оскар встречает во время поисков, меняют его. Он вырастает, понимает важные истины для себя, а главное перестает винить в трагедии маму и начинает налаживать с ней отношения. Несмотря на то, что главному герою всего 9 лет, по-настоящему книга поможет подросткам старше 14 лет, ведь проблемы в ней поднимаются отнюдь не детские. По мнению 14-летнего Дэнни, его с мамой жизнь была, конечно, не такой, как в кино показывают, но все равно прикольной. У Дэнни были товарищи, футбол, родственники, но главное у него была мама. Она любила его, он любил ее, он был счастлив, если бы так продолжалось до бесконечности. Но потом весь мир разом перевернулся вверх тормашками. Мама нашла себе по интернету бойфренда Колумба Джеффриса. Сначала все было хорошо. Колумб казался обычным чуваком, ничего особенного. Зато у него большой дом, быстрая машина, огромный телевизор. И маме Дэнни очень нравился. Но появляются трещины. Они углубляются. И они не из тех, которые можно легко устранить. Отчаявшись наблюдать, как Колумб все больше теряет контроль над собой и как страдает его мама, Дэнни отправляется на поиски своего родного отца, которого он никогда не видел. В фокусе дебютного романа британца Малькальма Даффи – год из жизни взрослеющего подростка, который через переживания семейных перипетий сталкивается с новыми для себя негативными проявлениями социума. Стремясь найти выход из сложившейся ситуации, Дэнни обретает жизненный опыт, а вместе с ним – настоящих друзей и чувство полноты семьи. Ну и напоследок «Добрая и смешная книга о дружбе, семье и счастье» Нарине Абгарян, Манюня. Главные героини – Нарине и Маня. С девочками читатели возвращаются в детство, где суровая бабушка, дача и первая любовь. Эта книга напоминает, как важна семья. Подойдет для любого возраста, но лучший эффект будет, если вам уже есть 16, чтобы именно вспомнить свое детство. Так что читают подростки? В этом возрасте тянет на книги про первую любовь, дружбу, отношения с родителями, поиск себя, школу, достижения. В книгах можно узнать себя. Многие из вышеперечисленных произведений откликнутся детям и будут актуальны именно сейчас. Надеемся, вам понравилась подборка произведений, которые интересно прочитать современным подросткам. Спасибо за внимание. Продолжение следует...